Для того, чтобы лишиться водительского удостоверения, вовсе не обязательно управлять автомобилем в нетрезвом виде или пересекать двойную сплошную. Для этого необходимо всего лишь новогодняя мишура, вот такой каркас и сотрудник ГИБДД с хорошо развитым воображением. Именно такой полицейский встретился Дмитрию. Остановившись по требованию дорожного полицейского, автовладелец и подумать не мог, что из-за новогоднего украшения рискует провести весь наступающий 2016-й в роли пешехода. Составили на меня протокол административного правонарушения в том, что я использую светографическую схему на своем автомобиле. Это, видимо, запрещено было, но у меня даже в голове не было такого. Я просто украсил мишурой в том году. Создали протокол, изъяли на мишуру и сказали, жди из суда повестки или звонка. Внешне действительно похоже на патрульные маяки, но только издали. Достаточно приблизиться, и иллюзия исчезает. Да и автомобиль Дмитрия мало похож на патрульный. Между тем, вменяют автолюбителю именно нарушение части 6 статьи 12.5, а именно незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб. За это предусмотрено лишение прав от года до полутора. Адвокат Оскар Черджиев уверен, судьба водителя решится в суде. Инспектор, который составлял протокол, допустил ряд погрешностей, за которые можно зацепиться. Главное не упустить этот небольшой шанс. Лично в моей практике таких случаев не было никогда, но насколько я ознакомился с протоколом, который составили сотрудники ДПС в отношении этого водителя, там есть формулировка «цветографическая схема». А в нашем случае речь идет об установлении на поверхность автомобиля, в частности на его крышу, каких-то предметов, напоминающих спецсигналы. Но не сами спецсигналы. Поэтому я считаю, что формулировка, использованная сотрудниками, она некорректная. И в суде, кто будет представлять эти интересы, должен доказать именно вот этот факт. Там также указано, что светографическая схема напоминает автомобиль сотрудников ГИБДД. И если мы просто сопоставим фотографии этой машины и любого автомобиля ДПС, то из него последует, что никакой схожести просто не обнаруживается. В ГИБДД нам рассказали, что этот случай – второй в их практике. Год назад, тоже перед новогодними праздниками, за трибут из Мишуры поплатился еще один автомобилист. Также была предусмотрена ответственность в отношении гражданина по части 6 статьи 12.5 административного кодекса. И гражданин был лишен права управления. Впоследствии обжаловал данное решение мирового судьи. И судьей Ленинского районного суда данное решение было оставлено в силе. Но вот что интересно. На этих фотографиях автомобилист из Владимира. Он установил такую же конструкцию на свое авто намеренно. Таким образом, водитель решил разыграть других участников дорожного движения. Статья об автошутнике появилась на многих новостных ресурсах. Есть в ней и комментарии инспектора отдела пропаганды Владимирского ГИБДД. Цитата. «Молодой человек, по сути, не нарушает правила. Даже в Кодексе административных правонарушений на этот счет статей нет. Поэтому задерживать и штрафовать парня не имеют права». Конец цитаты. Но это во Владимире. У ивановских сотрудников ГИБДД с фантазией дела обстоят гораздо лучше. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.